Вопрос у меня такой. Как можно сформулировать конечную цель, допустим, всех наших занятий? Ну, вообще, конечная цель – это идёт как бы служение, чистое служение. Но при этом, прежде чем чисто служить, надо принять рода, принять свой род и осознать, что твой род, он лишь во благо всё творит. Как только ты это принимаешь, то у тебя идёт чистое служение себе, или можно назвать безусловная любовь к себе, или любовь к себе, или ты себя любишь. В общем, неважно, ты принимаешь себя как единственную, уникальную в жизни. Но также важно принять и того, кто перед тобой. Он же такой же уникальный, но он относится к своему роду. Мы же не подходим к берёзе и не начинаем ей объяснять. Одень маску, прекрати шелестеть этими ветками, сделай из них руки и пошли со мной гулять. Мы же этого не делаем. Но по какой-то странной причине к человеку, который перед нами стоит, мы предъявляем именно такие требования. То есть он это не может сделать, он к роду другому принадлежит. Но если мы примем берёзу в чистом виде, как она есть, её род, то у нас будет взаимодействие, служение. Допустим, засуха, мы можем её полить. Жара стоит там какая-нибудь ещё сильная под кроны, у неё она будет уже служить, да? Она укроет, нам тень создаст. Она соком берёзовым нас напоит. То есть и вот тогда идёт чистое служение и доверие, да? А люди садятся под берёзу, ой, вдруг упадёт, вдруг ветка мне на голову свалится, вдруг там корень мне в пятку вопьётся. То есть у людей придумка идёт. И вот последняя программа, вот это служение, да? Это принятие, принятие рода своего и всех родов, которые творят во благо. Во благо рода моего, во благо всем родам. И вот это взаимодействие, когда и эти во благо, и ты во благо. Всё. Вот. Ну, а мы живём как бы глазками, видим другое, да? А как это так сделать? Я-то готова, я прям само добро, я всех принимаю, всех люблю, я служу. А они? А они какие, да? То есть а как с этим быть? Вот здесь в помощь стих «друг», да? А себе-то ты друг. То есть это вот начальные ступенечки к осознанию как бы самого себя. Ты себе-то друг, ты-то что творишь? Ты-то друг, другом можешь быть другим, да? Но если ты осознаёшь себя как друга для самого себя, ты с собой честен, с собой верен. Себя принимаешь, да? Ты друг, ты принимаешь сам себя. Всё. Тогда каждый встречный другом будет лишь тебе. Он зайдёт в твоё пространство, и в твоём он будет другом лишь тебе. Он выйдет за дверью твоего дома, и мы не знаем, что он будет там делать. Как он там будет себя проявлять в другом, в другой картинке мира. А когда придёт с улицы третий, который знает и тебя, и его, и будет тебе говорить, ты представляешь, он такой засранец, он такой гадёныш, он то-то, то-то, то-то. То ты самоопределяющийся и знаешь, другом будет лишь для меня. Ты скажешь, стоп. Вот закрой эту тему. Ты будешь осознавать, что война идёт у того, кто пришёл. Это его видение, это его мысли о том человеке. Но тот будет входить в твоё, если ты вот этого заткнёшь, скажешь, хватит. Нет, никаких сплетен, никаких рассказов. Я вот этого знаю. Тогда он будет всегда в твоё пространство входить другом для тебя. Поняла? Давай. Это то же самое, что войти в сознание мира. Или это что-то другое? Да, да, конечно, ты входишь именно в сознание мира. В сознание своего мира и мира с каждым встречным. Ты к нему с миром, и он с миром лишь к тебе. И тогда твоё, да, и твоё пространство тогда становится миром. Но представь на минутку, твоё стало миром, ещё у кого-то стало миром. И потом вот эти маленькие все мирки вдруг соединились в один огромный. Это об этом. Субтитры подогнал «Симон»